Всем привет! Сегодня немного необычная распаковка. Вот эта длинная-длинная посылочка, сейчас примерно представьте ее длину, шла ЕМСом китайским, доехала за 12 дней. И вот такой вот пакованчик пришел DHL где-то за дней 8, очень быстро. Сейчас будем распаковывать, я расскажу про каждую что-то интересное. Значит, вот эта длинная посылка, это удочка. Я ее купил где-то месяца полтора назад. Продавец был с ужасным рейтингом, ну в общем такие, как я люблю иногда таких покупать. Проблематичный продавец. Купил я удочку, через неделю он мне пишет, что извини друг, не могу я тебе эту удочку отправить, она слишком длинная и тебе придется еще доплатить за DHL. Я вначале, конечно, упирался, не хотел доплачивать. Он сказал, что такая длина обычной почтой Китая не пройдет. Вот что это такое, какой-то чехол немного порван. А почтой Китая не возьмут что-то вроде того, что слишком длинная посылка и нельзя такую посылку почтой Китая брать. Так, от нее это убираем. Больше там ничего нет. И пришлось мне все-таки в конечном итоге, через две недели споров с ним в сообщениях заплатить за ЕМС. И он отправил эту посылку ЕМС. Мне ее доставили прямо домой, какой-то мужик на машине привез. Вот такая вот утка. Раздвигается она. Я в них, если честно, не разбираюсь. Сложно будет ее как-то характеризовать. Раздвигается до 7,2 метра. Где-то так. Я проверю потом ее длину. Тут какие-то штуки. Открывается, что-то выпадает. Ага, вот она такая телескопическая. Материал. Что это такое? Пластик какой-то. Материал пластик. Не знаю насчет ее прочности, но в общем все это я проверю. Потому что в комнате здесь даже не развернуться. Фирма называется TopRot. Вот что-то такое. В общем, про удочку в принципе все. Тут нечего добавить. Ручка, крепление, ручка-держатель такая. Вот эта металлическая часть. Тут тоже что-то отвинчивается. Что здесь? А, это оно вынимается. Я так понял, эти секции можно высовывать, засовывать. Не знаю для чего это. Это какая-то алюминий вот здесь сзади. А сама ручка типа тканевая какой-то. Ну, в принципе удобно. Держится в руке хорошо. Сколько здесь всего написано. Пол, хайт, перформанс, нью. Ну, в общем, такое дело. Дальше. Расскажу про DHL. Ее домой мне не захотели привозить. Позвонили, сказали, приезжайте, забирайте. Но доехала очень быстро. Вот здесь пишется Дубай, Юнитед Араб, Арабские Эмираты, в общем. Что странно, покупал я как бы в Китае, а приехал из Дубаев. Очень странно. Это два QBOT S200. Странно, я в предыдущий раз, когда QBOT и получал, не помню, какая была упаковка. Один-то так закрутили вместе с картой памяти на 32 гигабайта. В общем, сейчас мы это все распакуем и посмотрим. В пакете больше ничего нет. Так, какой-то один вскроем. Тот, который с картой памяти, наверное, идет вместе. Все равно ее проверить надо. Здесь что-то на арабском написано. Видимо, китайцы расширяют свой бизнес. Уже продают и оттуда. Немного приболел. Перед майскими праздниками. Как раз завтра 1 мая. А я немного приболевший. Не вовремя. Карту памяти надо проверять. Обязательно я заметил, что из Китая часто приходят карты памяти ненадлежащего качества. Нужно не только записывать на нее, а еще проверять, как она воспроизводится. Все ли. Потому что может быть такое, что просто не воспроизводится. Оно-то записалось, но потом ошибку выдает. И меньше памяти там, чем заявлено. Так, эта сложность вытащить. Теперь его нужно. Ну, с каждым телефоном должно идти вот этот задний бампер, который сразу нужно выбрасывать. Он ужасного качества. Так, ну и сама мобила. Сейчас я отключусь на секундочку и скажу зачем. В своем обзоре на этот телефон я сказал, что здесь 4,6 дюймов экран. Это все было из-за того, что приложение, измеряющее экран, соврало. Я не додумался на тот момент просто измерить линейкой и перевести. Ну, спасибо, что у меня есть подписчики с этим телефоном. Они мне все написали, сказали, что здесь экран 5 дюймовый. И сейчас я, чтобы моя душа была чиста, вам показываю диагональ экрана. Диагональ экрана у Cubot S200 12,7 мм. И в переводе на дюймы выходит 4,96. То есть практически 5 дюймов, можно сказать. Так что с экраном проблем нет. И убираем это. А то я в обзоре так сказал, люди начали возмущаться, перемерили. Так что с этим все нормально. Комплектация стандартная, рассказывать подробно не буду. Она у меня уже была. Комплектации по телефону я уже рассказывал в обзоре. Так что если вам интересно, можете перейти посмотреть, какой там комплект. Вот таких вот 2 кубота мы отлаживаем. Так, это что-то еще сюда. Карту памяти отлаживаем. И переходим дальше к посылкам. В длинных, я так понял, камеры находятся. Что же там еще может быть? Откроем вот этот вот маленький. Маленький пакетик. И в этом пакетике у нас что-то... Коробочка. В коробочке у нас китайцы любят так упрятать иногда, что сложно найти. Я уже вижу, что... Это очки такие интересные для водителей. Наверное. Ну, по крайней мере, цвет для водителей я такие видел. Просто видел точно такие же у нас. Не знаю насчет фирмы или нет. Они продавались. Сейчас доллары переведу, чтобы вам было попроще. 15 долларов. Где-то так они у нас в стране стоят. Якуб приобрел эти за 4 или 3,5. Где-то так. Ну, вот такие вот скильные очки. Я думаю, что они ничем не хуже тех, которые продаются у нас. Точно те же. Тоже китайские, скорее всего. Это я себе заказываю очки. Просто коллекционировать, наверное, их буду. У меня их уже очень много. И распаковываю посылки дальше. Так, этот пакет выбрасываю. И перейдем, наверное, к большой посылочке. Это уже более-менее знакомый пакет. Упаковка такая, как на Виофа. Мне оттуда отправляют камеры, аксессуары. Ну, в общем, практически все, что я попрошу. Так, все. В пакете больше ничего нет. Пупырки они не жалеют. Сколько бы ни было пупырки, если камеру хорошо будут кидать, она все равно придет помятая. Ну, сколько намотали, не пожалели. Так, как-то ускоренно можно это все разрезать, да? Ладно, ладно, будем крутить. Все равно еще поперечно перемотали. Все, здесь я разрежу. Оп, и что у нас здесь? Зарядка. Кстати, не факт, что сзади SJCAM написано. Нет, все-таки сзади написано SJCAM. Фирменную прислали. Я заказывал не фирменную, подешевле. Не бывает такое, что заказываешь какую-то подешевле, они в качестве подарка отправляют дорогую фирменную зарядку. Такое вполне возможно. Вот этот пакет вечно у меня приходит поломан. SJCAM. Здесь автозарядка, автокрепление для камеры. На автозарядке тоже написано SJCAM. У меня уже такие были. Ну, и автокрепление. Про них нечего сказать. Зарядка как зарядка, крепление как крепление. Кстати, насчет зарядок камерам, будьте осторожны. Я видел на Алиэкспресс очень много зарядок дешевых. Там менее 5 долларов, за 5 долларов. Там вы можете купить и за 7, и все равно она будет плохая. Вздуваются батарейки, мне уже писали по этому поводу. Вставляешь заряжать на ночь, допустим, или просто не смотришь за этим. Зарядка автоматически должна выключиться и не заряжать. А она не выключается, идет зарядка до такой степени, что просто сдувается аккумулятор, вздувается и приходит в негодность. Камера красная, фирменная батарейка SJCAM. Сейчас мы саму камерку включим, если она заряжена. Мне ее еще сегодня перепрошивать. Вот уж этот насморк, записывать видео с насморком. Комплектация стандартная, смотреть нечего. Вряд ли они могли что-то себе достать и сказать, «Ва-ха-ха-ха, теперь у нас будет на одно крепление больше». С креплениями проблем нет. И здесь тоже самое. Камера запустилась, она практически разряжена идет. Посмотрим, с какой версии прошивки она сейчас пришла. Версия 2.1. Я ее перепрошью в улучшенную, русифицированную 2.1. И все будет тип-топ. Так, камеру мы тоже убираем. И переходим дальше. У меня сегодня должно быть 2.005+. Это я попозже как-то уберу. Уже некуда что слаживать. Вот это аккумулятор, зарядка. Это куда? И распаковываем дальше. А вот эта посылка шла чуть дольше. Что за почта у нас? Тут не написано. Швеции. Ну понятно, почта Швеции. Они как всегда задерживаются больше 20 дней. Вот где-то так. У них 20, 21, бывает до 30. Почта Сингапура справляется быстрее. До 20 дней. Я заметил, что с Виофа, я уже многим рассказывал про Виофа. Все мои подписчики, наверное, уже слышали про него. Отправляют с разных мест, бывает. То есть у них какие-то склады находятся в разных городах. Они отправляют и разными почтами. Там не всегда можно выпросить почту Сингапура. Я так понял, не со всех складов она работает. Спереди положили вот эту штучку. Камера черная. Ее тоже будем включать, смотреть, да. Ну, скорее всего, прошивка точно такая же. Просто камеры заказывал в разные сроки. Одну хотел подешевле почтой, отправили почтой из Швеции. Одну взял подороже, почтой Сингапура. Там можно сэкономить буквально пара долларов. И прислали мне карту памяти. Но это я покупал уже себе, 32 гигабайта. Надо будет ее тоже проверять. Китайцы любят подсунуть карты памяти. Злой на них я, в общем, на эту тему. Ох, уж эти китайцы. Пришло мне недавно тоже версия 2.1. И эту камеру я тоже буду перепрошивать. В общем, в принципе... А, еще одна посыпка. Думал сказать, что уже все. А нет, пока не все. Еще вот этот квадрат. У нас есть Ray Repair Phone. Здесь мы будем чинить телефон. Или это имеется в виду отремонтированный телефон. С ценой сколько? 93 доллара. Ничего себе. DHL мне пришла посылка. Ее оценили 50 долларов. И там было 2 телефона. Ну, здесь всего лишь один телефон. Здесь тоже находится кубот из 200. Так, там больше внутри ничего нет. Да, стандартная упаковка. Я думал, что они разные. Одинаково. Вот такой вот здесь у нас беленький кубот. Странно. Я не помню, там был он сзади такое. Это на чем написано кубот? Наверное, на полиэтиленовой упаковочке. Ну, в общем, сейчас ухожу на майские праздники. Буду лечиться. А потом приду. У меня большие планы. Как я и обещал, будет видео со всех камер, которые я держал в руках. По последним версиям прошивки можно будет зайти в группу. Перейти по ссылке. Скачать себе нужное видео с нужной камеры. Там, допустим, с 5000 плюс на версии 2.1. И исходники. Посмотрите, проверите. Так, телефон включается. Нет, нет. Надо, походу, батарейку вставлять. Вот тут черный телефон шел. Я на видео не показывал. Там батарейки внутри не было. А, здесь идет заклеенная батарейка. Сейчас расклеим. Они переживают, что телефон начнет жить собственной жизнью. Мало ли. Включится сам. Заработает. С этой стороной. Емкость батареи, как я уже говорил, здесь 2900. Хотя пишется 3300. Может, другие батарейки по-другому. Надо бы все батарейки проверить. Но у меня нет такой возможности. Ну, 2900 и то лучше. Мне недавно приходил планшет PS70 Tech Last. Я его сейчас проверяю, тестирую. И там батарея еще хуже. И снова видео прервалось. Блин, забываю, что у меня планшет пишет только 20 минут. Отлучился там. Искал линейку 10 минут. Она все это время записывала. И вот так вот, короче, получилось. Ну, в принципе, все посылки распакованы. Телефон тоже распакован. Хотел добавить по телефону, что телефон сбалансирован классно. В обзоре я это все говорил. Плюс еще с диагональю не наврали. Оказывается, здесь все-таки 5 дюймов. Телефон классный. Недавно заказывал планшет Tech Last P70. Он намного хуже оказался. Хотя примерно в той же цене. Я про него скажу в обзоре. Поэтому все. И в последнем пакете была, была, была. Вот такой переходничок маленький. Микро USB 3,5 мм. Думаю его вот так вот вставить в камеру. Сейчас вставляйся. У меня есть еще вот такой вот микрофон. Не один, несколько микрофонов. Вот 3,5 мм. Обычный микрофон. Есть петлички тоже такого же формата. Вставляешь вот в этот переходник. Ну и в принципе можно попробовать записать звук. Как оно запишет или нет. Я эту схему проверю. Когда будет информация. Запишу об этом обзор. Вот эту схему я уже проверял. В предыдущей распаковке у меня была. И вот такой вот переходник я покупал себе. Ну вы поняли. Это все будет в моем новом обзоре. Я вам расскажу, можно ли подключать внешний микрофон к этой камере. Как его подключать. Все будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки что ли. Пишите мне, что вы хотите видеть у меня в обзорах. Пока.